1800 ну вы же как договаривались если мне не подойдет вы всегда можете вернуть там я она живет в вашей джинсовка это обратно нельзя если не хочет другой я вам поменять можно ну и к че там хорошие потом обочарайся молодой человек верните пожалуйста просто я вас это записываю сейчас у меня деньги нету ну как у вас нету 1800 нет сейчас уже за братья отренда понимаете если не хочет завтра можно я в магазине куплю фамилии там 1700 но там лучше понимаете вы мне дали вот этих ярлыков даже молодой человек бирок бирок не было воскнулся меня они кончаток росли фабричны но бирок то не было почему вот были дали мне без бирка здесь надо быть все но бирка понимаете дело в принципе а чекет песка верните 1800 я вас очень прошу и вы на камеру это говорите да хотя мне это заняту если не хочет завтра мощно завтра вы уйдете и вас не будет верните я только буквально меня 40 минут не было верните я прошу молодой человек если вы мне дали нужно если не не тратить оснано не покупать зачем подчинной модели на что всегда меняли всегда вот это не трусы ими верните я вас очень прошу дело ваше начальство и начание это там дома с азипа не здесь я дома 1800 верните я сейчас янию 1000 700 она верните 1700 я зелене нет только обратный завтра мой человек вам не стыдно я ж вас записываю на камеру зачем вы так делаете ну ну мне же тоже тяжело смотри я зенге нет только обратно тебе обрали завтра можно завтра меня не будет завтра не Но сейчас деньги нет, только обратно вам. Сейчас здесь деньги забрать и аренду. Молодой человек, мы с вами договаривались, когда еще тут мужик один покупал. Вы сказали, что не подойдет, вы всегда поменяете. Вы понимаете, вы сами забыли, потому что у вас много. Хочешь поменять можно? Хочешь поменять, я вам другую поменяю? Меня не устраивают, я в другом магазине возьму. Я же отошел буквально на полчаса. Меня же не целый день тут не было. Вы потрогали, смотрите, они как четверо хорошие вам. И ты называешь очень хорошо, правильно? Почему вы такой мелочной, молодой человек? Вам не стыдно? Вам не стыдно? Ну уж и мужчина, сейчас у меня нет денег, понимаете? Если у меня нет денег, я вам обратно можно. Верните мне хотя бы 1700. Вок с этими 100 рублями, и я уйду, и вам будет хорошо. Вы меня задерживаете. Но я в другом магазине возьму, понимаете? Почему? Карманы были зашиты, бирки, почему не было? Они же должны быть. Они все так зашиты, я вам уже покажу, правильно? Ты посмотри. Вот, посмотрите, они все так. Я вас еще раз говорю. Вы обязаны по закону, вы обязаны меня по закону вернуть. Я вас записываю, я на YouTube выложу, я блогер, кстати. Своконно, пожалуйста, ты посмотри. Отдайте, или я сейчас запись, хочешь удалить сейчас запись эту? Чего написал? Это у меня сейчас денег нету. 3800, ну займите. Если не хочешь, завтра я вам обратно деньги можно? Завтра я не могу сюда переехать завтра. Вы же не можете сейчас мне отдать, а я не могу завтра переехать. Меня полчаса здесь не было. Если бы я принес через день, для этого есть статья такая вот. Зачем так же надо? Разграты про потребителей. Верните, верните, пожалуйста, верните. Я знаю закон, но это так не нужно сделать, так некрасивее. Вы можете маску снять? И скажите это на камеру. Просто я видеоблогер известный, вы просто не знаете. Верните, или я сейчас запись эту всю удалю, как при вас. Запись удалю. Как вам не стыдно, молодой человек? Сейчас есть деньги, нет, то это как обратно? Ну займите вы. Я же вам даже сказал, вы мне должны 1800 отдать. Я вам даже на встречу пошел, отдайте мне 1700 хотя бы. Ты посмотрите, они качают, вы хорошие, правильные. И ты, значит, получи хорошо же. Мне не подошел, я отошел, я отошел, ровно меня не было, 40 минут. Понимаете вы это или нет? Ну если не нравится, зачем покупать, и потом обратно, да? Это не трусы, вы обязаны по закону о защите прав потребителей. Вам статью сейчас перевернуть? Я могу вам перевернуть статью? Вы хотите, чтобы вас заштрафовали, да? Не нравится, зачем покупать, если что обратно, так не просили. Чек мне, дай тогда чек на нее. Какой чек? Выпиши чек мне на нее. 1800. Чек есть у вас? Чек зачем? Завтра. Верните мне это самое. Если хотите, завтра обратно, обратно деньги, хорошо? Завтра у вас не будет, завтра будет здесь дядя Вася. Вези куадам, если что, завтра обратно можно, не пробуем. Завтра обратно деньги, я тебе обратно. Верните мне 1800. Вот я сегодня приехал на рынок, садовод, где птичий рынок находится. Купил вот такую вот джинсовочку. Мне она не подошла. Не подошла. Я передумал. Я за нее отдал 1800. Потом я ушел, у меня не было где-то там 40 минут. Вот я сейчас пришел к этому молодому человеку. Сейчас я вам скажу, какая здесь эта самая палатка. Вот палатка СТ-612. И он отказывается, нарушая статью о защите прав потребителей, возвратить мне деньги. Хотя я имею право на это в течение двух недель или сколько. 1800. Завтра я не могу, потому что я видеоблогер, и я завтра не могу сюда приехать. В следующий раз, если вы так будете поступать, я буду тогда с вас требовать кассовый чек. И вот если не понравится, я так же приду. А вы почему мне чек не дали? Почему мне не нравится? Зачем покупать и через эти 40 минут обратно так не красите? Нет, нет. Это было полчаса. Если бы я завтра принес, другое дело. Я знаю, что я покупаю. Покупаю назад. Но зачем так сделать? Покупаю и через полчаса обратно. Это не трусы. Не хочет отдавать ни в какую. Я не знаю, что делать. Не хочет отдавать мои 1800. Если ты хочешь, то вы поменяй, можно? Не надо мне, не надо мне. Я доплачу потом. Я куплю подороже себе. За 2500, может быть. Более получу в магазине. Ты богатый, я знаю. Вот такие вот дела. Рынок садовод. Я пришел, он не хочет мне отдавать 1800 обратно. Хочет 1600. Молодой человек, вы хотите, чтобы вас оштрафовали? Я могу налоговую сюда пригласить. Пожалуйста, верните мои 1800, и мы с вами мирно разойдемся. Я удалю эту запись, и все будет нормально. Иначе я буду сейчас подавать на вас жалобу, и чтобы вы... Я тут побуду, хорошо, да? Запись я удалю, я сказал. Перед 20 минут я тебе... Ну вы мне нервы, морально... Бакона, я деньги принесу, да? Зачем магистины? Я тебе обратно деньги. Не обратно. Зачем магистины? Продолжение следует...